Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. Кинофестиваль «Бридш оф Артс» открыт в Ростове. Склад в тылу врага найден и уничтожен. Проверка десантников ЮБО по итогам летней подготовки. У золотой осени сегодня день новых договоренностей и награждений. На главном агрофоруме страны отмечены агроном, механизатор, два журналиста и десятки фермерских хозяйств. Информацию о ходе выставки мы получаем от работающей на ВДНХ нашей съемочной группы. Переговоров и предварительных соглашений в официальной программе «Золотой осени» нет, но общение участников и гостей начинается с самого утра. Последующие инвестиции в экономику региона – важнейший результат участия во всероссийской выставке. Мы буквально накануне вчера провели ряд переговоров с потенциальными инвесторами. Это и строительство теплиц, это и молочные фермы, это логистические центры. И довольно-таки серьезный портфель предварительной договоренности имеется для инвестирования в Ростовскую область. Мы уверены, что эти инвестиции прибудут. Пока агробизнес рассматривает новые возможности, в соседнем павильоне все желающие могут рассмотреть гордость донского животноводства. Быка маркиза калмутской породы привезли из Песченокопского района. Племенного достоинства перед зрителями маркиз не теряет. Животноводческую честь региона защищают также племенные мереносы и обязательно элитные жеребцы. В участии в выставках такого масштаба дело хлопотное, но с отдачей уверяют заводчики. Это молодые перспективные жеребцы, которых мы планируем использовать в воспроизводстве в будущем. И хотим, чтобы они уже начинали завоевывать для конного завода титулы и славу. Золотая осень – это еще и золотой урожай медали лучшим труженикам села. Дмитрий Медведев вручил свидетельство о присвоении звания заслуженный работник сельского хозяйства России агроному Лидии Новиченко из Мясниковского района. А механизатор Владимира Линника из Сальского района наградил орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Скоро у всех аграриев профессиональный праздник. Я сердечно вас с этим поздравляю. И хочу сказать огромное спасибо, поскольку в каждом успехе нашего сельского хозяйства есть и ваша заслуга. Мы вместе добились впечатляющих результатов, которые на самом деле, можно сказать, выдающиеся. Это продовольственная безопасность страны, это стабильно высокие урожаи, более 100 миллионов тонн зерна уже пять лет подряд. Памятные медали уже получили 29 фермерских хозяйств Ростовской области. Их достижения отметили на уровне Министерства сельского хозяйства. Этот год нас, безусловно, радует. Уже более 10 миллионов тонн зерна получено в текущем году. Сейчас уже почти 1 миллион тонн подсолнечника посеяно. 2 миллиона 400 тысяч гектаров уже зимы культур. Это радует. В общем-то, крестьяне достойно себя чувствуют и в экономике текущего года. Среди награжденных и донские журналисты. Алексей Найденов из редакции газеты «Пик» и Татьяна Понеделкова из Милеровской районной газеты стали победителями всероссийского конкурса СМИ, пишущих по сельской тематике. То, что вот все-таки наш неоднолетний, неодноразовый труд нашел такую вот высокую оценку, это, конечно, было приятно. Не зря мы работаем, не зря мы стараемся, придумываем какие-то темы. Там есть о чем писать и у нас есть что посмотреть. Поэтому люди, как жители Ростовской области, так и всей страны, могут там приезжать смело совершенно, они не останутся без впечатлений. Выставка будет работать до 13 октября. Делегация Ростовской области в составе 120 человек, большинство из которых работники сельхозпредприятий, принимает активное участие в деловой и культурной программе. И обязательно побывает в Кремле на эстрадном концерте, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Анна Туполева, Валентина Малащицкая, Руслан Хамчиев, ДОН-24, Москва. Сотрудничество малого и среднего бизнеса России и Китая обсудили на форуме в Ростове. Сельское хозяйство, машиностроение и туризм видятся наиболее перспективными направлениями сотрудничества. Конкурентное преимущество Ростовской области – твердые сорта пшеницы. Качество и количество донского зерна позволяет говорить о росте экспорта. Регион готов продавать и машины для его уборки. В Ростовской области производится 75% российских зерноуборочных комбайнов. Вы вчера, я имею в виду китайскую делегацию, посетили флагман нашего производства, комбайновый завод «Россельмаш», и могли убедиться, что это действительно один из локомотивов экономики не только Ростовской области, но и Российской Федерации. Вообще мы видим, что в России есть очень большой рынок, и надеемся, что мы имеем возможность здесь совместно с местными предприятиями сотрудничать. Мы можем предложить вам более современный трамвай. Результаты бизнес-сотрудничества Китая и России в нашем регионе уже есть. Например, на совместное предприятие в Звереве поступает китайское оборудование для переработки пластика. Медицинская реабилитация детей и подростков с ограничениями здоровья – такова тема, проходящая в Ростове межрегиональной научно-практической конференции. Актуальные вопросы решают главные внештатные специалисты по реабилитации, а также врачи всех детских лечебных учреждений ЮФО. Неврологи и ортопеды, психиатры и психологи, физиотерапевты и логопеды – на конференцию собрались самые разные детские специалисты. Ведь реабилитация ребенка должна быть всесторонней. Современные методики входят в комплекс здоровья и сбережения детей и постоянно контролируются правительством Ростовской области. Многие федеральные проекты первыми реализовали именно донские специалисты. Тем детям, которые имеют особенности в развитии здоровья, созданы все условия для их счастливой жизни. Для того, чтобы кто-то встал на ножки, у кого-то начала работать рука, кто-то впервые увидел, может быть, сначала свет, а потом всех нас с вами. И хочу сказать, что реабилитация детей – это динамическая история, ведь мы имеем дело с развивающимся мозгом. Дети с физическими нарушениями далеко не всегда имеют психоэмоциональные отклонения, отмечает министр здравоохранения. И здесь главное – начать реабилитацию как можно раньше, в первый год жизни, а затем годами нарабатывать результат, чтобы ребенок мог вести как можно более полноценную жизнь. Для этого в Ростовской области создана система частного государственного партнерства. Реализуется множество различных программ. Это и государственное здравоохранение, это и муниципальное здравоохранение. В Ростове, вы знаете, сегодня прекрасный детский реабилитационный центр на базе диагностического центра здоровья. Это и в рамках частного государственного партнерства наш реабилитационный центр «Мир», который находится в Никлиновском районе. Как показал опыт, хороший результат дает трехуровневая система реабилитации. То есть дети получают помощь в стационарную, амбулаторную и санаторно-курортную. И этим опытом донские специалисты готовы делиться с медиками всего Южного федерального округа. Мария Филинкова, Фатима Зурабова, Юрий Санкин, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Уничтожить склад боеприпасов в тылу врага. Такую задачу получили десантники ЮВО. И успешно ее выполнили на полигоне под Волгоградом. За условную линию фронта десант отправили на транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8 АМТШ. Прикрывали их боевые аллигаторы Ка-52. После высадки десантники заняли выгодные позиции и устроили огневые засады для диверсионных групп противника. Дальше разведка местонахождения склада и его уничтожение. Эта операция – часть рассчитанных на две недели двухсторонних тактических учений. Так проверяются результаты летнего обучения войск ЮВО. В учениях участвуют больше четырех тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники. Самолеты и вертолеты, танки и БМП, самоходки и бронетранспортеры. Харатьян открыл, закроет Башаров. Имена на ростовском фестивале «Бридж оф Артс» все громче, фильмы все лучше. Еще организаторы все больше думают о молодежи. Специально для нее сроки кинофорума перенесли с летних каникул на середину осени. И «Красная дорожка» теперь на новом месте. Приглашаю сюда, на нашу «Красную ковровую дорожку» и на эту сцену известнейшего, популярного, любимейшего и талантливого актера театра и кино, народного артиста. Долгое перечисление регалий на «Красной дорожке» появляется Дмитрий Харатьян. Актеру досталась почетная миссия открыть кинофестиваль. Здравствуйте, мои дорогие! Ну что, сегодня у нас будет и яркий, незабываемый праздник. «Красная дорожка» впервые за 4 года существования фестиваля проложена не по театральной площади. Теперь она тянется к новому кинотеатру «Горизонта» и проходит «Бридж оф Артс» не летом, как обычно, чтобы конкурсные работы смогли посмотреть как можно больше школьников и студентов. Причем бесплатно. В этом году, объявленном в регионе годом детского спорта, детской, семейной, спортивной тематике уделено особое внимание. Конкурс «Короткого метра» будет судить жюри под руководством индийского режиссера и сценариста Биджу Кумара Дамадарана. Резер и участник ведущих мировых смотров. На «Красной дорожке» Эрик Робертс. Брат красотки Джулии, номинант на «Оскар» и «Золотой глобус» будет председателем жюри основного конкурса. Продюсер Наталья Иванова привезла на конкурс последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие». Из российских актеров проходят Анатолий Катенев, Дмитрий Пчела с супругой Владислав Ветров. Александр Песков явно в хорошем настроении. Танцует перед журналистами и обещает чуть позже сюрприз. Александр Носик делает селфи со всеми подряд. Так что «Привет из Ростова» теперь разлетится по всей стране. Выходит мега-позитивная Оксана Сташенко. Актриса не пропустила ни одного фестиваля «Бридж оф артс» и в этом году судит конкурсные работы о туризме. Мы посмотрели 539 минут фильмов. Из-за огромного количества, из 47 фильмов, 12 – это шедевры. Я открыла свой родной город Самару из этого фильма, потому что я в 15 лет оттуда уехала, уже поступила. И мне вдруг показали сегодня, какая Самара. Хочу теперь туда поехать. Мотивация, мотивационное кино. Актрису не отпускают поклонники. За фото с ней выстроилась очередь. И вдохновленная теплой встречей она не против. Спасибо. Очень. Обещанный сюрприз от Пескова. Сразу после окончания парада звезд. Артист спел две песни. К концерту подключается Гардемарин. Кинопраздник – действительно повод не вешать нос. Единый парус и душа, судьба, мирок и росток по дону. Единый притча фаркс. Я поздравляю вас всех с этим замечательным праздником кино, спорта и нашей с вами общей жизни. Ура! Четыре дня будет идти фестиваль. За это время зрителям представят киномарафон из сотни картин. Будут конкурсные и вне конкурсные фильмы события. Это короткий метр. За призы поборются кинематографисты из сорока стран. Будут мастер-классы и спортивные мероприятия. Имена победителей узнаем 14 октября. Церемонию закрытия фестиваля проведет Марат Башаров. Марина Черных, Сергей Вишенков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин